Добро пожаловать на канал WatchTorys. С вами я, Михаил, и сегодня будет рубрика подкаст и необычный подкаст. Большей части для девушек, но и для мужчин тоже, поэтому не переключайтесь, будет интересно. А в гостях у меня Людмила, моя подруга, стилист, будет рассказывать нам про сегодняшние часы, которые будут в обзоре. Потому что я расскажу техническую часть, а ты всё-таки поможешь со стилистической, как правильно девушки выбирают и так далее. Красоту. Да, красоту. Всем привет. Расскажи, пожалуйста, сколько лет ты занимаешься вот этой деятельностью? Ох, боже мой, такой кайферный вопрос. Очень долго на самом деле уже достаточно. Больше семи лет, мне кажется, уже. Да, я тут озадачилась. Да, больше семи лет. Ну, на самом деле, мне всегда нравилась история про одежду, кого-то нарядить, преобразить, что-то дополнить, найти какие-то, знаешь, интересные фишечки. И, конечно, на мой взгляд, аксессуары, такие как и ювелирные тоже, в том числе, они играют большую роль в дополнении полностью образа, да? Ну, на обзоре у нас сегодня с тобой, даже на обзоре подкасте, часы пьеже, необычные часы пьеже, причём мы с тобой их снимаем единственные, нам дали такой доступ, но выложим уже, когда можно будет. Это пьеже поло, женские модели, до недавних пор были мужские модели, вот теперь для дам тоже сделали. И давай вот первое твоё впечатление, как девушки. Ой, очень красивые часы. Вот можешь любые брать в руки, смотреть. На самом деле, я вообще люблю, когда бренды часовые, да, делают потом всё-таки женскую линейку, так как мне очень часто нравятся мужские часы, но всё-таки размер, да, и диаметр часов, он имеет значение, но не всегда на запястье тонком. Ну, кстати, да, я смотрю, много девушек ходят именно в мужских часах, просто потому что, видимо, женских коллекций именно вот такой формы, как полоэс, их на самом деле очень мало. Не так много, да. Ну, я очень люблю, на самом деле, на браслете часы, так как это практично, но в последнее время... Мне кажется, вот тебе под лук, я уже, видишь, определяю. Да, у меня всегда такие розовые брюки, лиловые, розовые брюки, льняные, и, конечно, очень красиво вообще розовое золото в сочетании с такими цветами, как белая рубашка, розовая, вот. Но они вообще с любым, мне кажется. Вот у Миши зелёные, и тоже красиво с серым. А золотой цвет носить – это не мувитон, золотые часы? Мне кажется, что нет. Вообще розовое золото как-то приобрело такую опять популярность, они становятся снова в тренде, возвращаются, возвращаются в свои позиции и в ювелирных изделиях тоже, но и в бижутерии тоже, на самом деле, достаточно большой уже выбор. Сейчас жёлтые, мне кажется, даже больше отходят. Потом такой тонкий момент, всё-таки нужно понимать, что какой цвет кожи у вас, это тоже большую роль играет. Но здесь в данном случае большой вариант выбора в плане того, что если вам, допустим, даже не понравится на браслете розовое, покажется, как ты сказала. Ну, что-то поскромнее захочется, да. Я так понимаю, что это стальная модель, правильно, Миша? Да, это сталь и бриллиантовые метки. О, боже, вот это очень красиво здесь, синий циферблат. Просто фантастический. Ну, и на ремне, я скажу так, что это тоже очень удобно, потому что тут же меняется ремень. Да, здесь, сейчас покажу, на камере тоже покажем. Здесь быстрая замена ремня, то есть ты можешь вот легко сама не... Без мастера. Без мастера, да, снять и, например, поставить браслет, поставить другой ремень. Здесь, например, с браслетом то же самое, здесь есть быстрая замена ремня. Это очень удобно. И удобно, что здесь бакл сделан, потому что за счет этого они не будут падать, когда обычно вы ремень расстегиваете. Бывает такой нюанс, что вы можете расстегивать. Ну, девушки все немножко торопятся всегда, когда раздеваются. Такой момент может быть, и это очень удобно. Посмотри, а еще плюс к практичности, вот к этой застежке, то, что ты один раз застегнула, и ты ремень не изнашиваешь. То есть кожные ремни, они имеют свойство со временем изнашиваться, особенно летом. А здесь вот такой вот плюс. Вот что значит мужской подход. Девушки, конечно же, об этом даже, наверное... Слушай, ну, это видишь хорошо. У нас получается женский обзор часов. Каждый дополняет друг друга, потому что, ну, я, наверное, не добавлял женские часы на канал, потому что нужно думать, наверное, как девушка. То есть я могу рассказать с технической точки зрения. Нет, да. Кто, помнишь? Причем ты рассказываешь, мне уже даже не хочется про какую-то техническую часть переходить. Нет, нет, это очень интересно. Я обожаю всякие технические примочки. Это же... Ну, Пиеже, ты в курсе? Для подписчиков я скажу то, что это бренд изначально часовой. Это часовая мануфактура, которая производит полностью все сама. И славится тем, что у них ультратонкие механизмы. И поэтому вот даже вот эти часы, если посмотришь, они в коллекцию спорт входят. И посмотри, какой тонкий механизм. Миша, они водопроницаемые или нет? Здесь водозащита есть, по-моему, до 100 метров. Но, если честно, я бы в них, наверное, не нырял. Да, потому что все-таки золото, оно окисляется. Плюс бриллианты, то есть, ну, не та модель, в которой нужно плавать. Да. И бриллианты, опять-таки, у бренда Пиеже, даже вот любые ювелирные украшения, вот возьмешь, например, у тебя вот колечко, здесь самые маленькие бриллианты, они идут максимально идеальной чистоты и цветности. Да ты что? Да, у них такие вот критерии. Это очень интересно. Так, по золоту мы определились. Ну, то есть, брызги шампанского выдержат? Да, ну, конечно. Когда подарят, да? Да, в ультразвуке мы подарят. Кстати, вот Люси давно дружим, причем она изначально подруга моей супруги. И Люси, точнее, это стилисты, женские стилисты, подруги тем более, это ночной кошмар мужей, мне кажется. То есть, когда вместе собираются, я все уже понимаю, что сейчас все, чем-то закончится, да. Часы, закончится, часами пишут. Причем мы пишем обзор, и они уже договорились куда-то ехать. Не, ну, благо можете ехать, главное вот это вот, не надо забирать. Ну, мы подумаем, Виш, мы сделали уже Виш-Виз, да? Конечно. Ну, у нас там пальцы, браслеты. На самом деле, ты же очень много всего красивого. Я не могла тут прям даже. Жаль, только часы сегодня в техническую сторону вышла. Да, ну, давай мы их примерим, потому что золото, а золото имеет свойство такой тяжести, это более тяжелый материал, чем сталь. Ну, скажешь свои ощущения. Я почувствовала, когда, знаешь, потрогала их вот. Да, но ты учитываешь, что здесь браслет, и, скорее всего, под твою ручку, да, нужно будет снимать звенья, соответственно, они немного легче станут. Вот, и здесь опять-таки, видишь, двойная застежка. Причем мне нравится то, что... Ух ты, круто. Очень круто. И ложатся по руке просто нереально. Они просто, вот знаешь, вот я поняла, о чем ты говорил, про ультратонкий механизм. Они прям как влитые. Ну, да, вы учитываете. Причем у тебя ручка небольшая. Да. И смотри, что мне, например, нравится, ну, как мужчине. Не знаю, вы уделяете этому моменты какие-то здесь. Звенья, например, внешняя сторона звеньев, она полирована, а внутренняя она сатенирована. Да. Мне тоже это нравится, потому что за счет этого, мне кажется, они интереснее смотрятся. И здесь мне еще понравилось, что, видишь, как бы вот эти ушки, как бы корпусы. Закругленные. Да. Прямо легли по руке. Ну, все. Смотри. Я не смогу, я хотела. Плюс к девушкам. Все, у меня мозг отключился, извините. Подожди, подожди, у нас подкаст выйдет так, как будто бы я тебе часы продаю. Смотри, еще важный плюс для девушек, ну, на мой взгляд, не знаю, опять-таки, уделяете вы этому внимание или нет. На мой взгляд, важный плюс для девушек, мужчины, покупайте часы красивые, подходящие вашим девушке. Не экономите, пожалуйста. Миша, прекрасно все рассказывает. Смотрите его подкасты, и выбор будет точно правильный. Продолжим. Боковая часть сатинирована. Просто вот я тоже по супруге смотрю, по... Ну, как бы я где-то когда-то бываю, я всегда обращаю внимание, что на руке у людей. И зачастую девушки носят часы вместе с браслетами. Сто процентов я так делаю. Да. Мужчины некоторые тоже так носят, но я разделяю, потому что, как бы я не люблю, когда часы царапаются. Вы носите? Да. У вас царапаются часы? Да. Как? Мы страдаем, но вот Пеже молодцы. Они сделали как раз вот этот вариант, который теперь... Ну, мы все носим, мы любим, конечно. Я вообще фанам браслетов. То есть, по царапинам вы не заморачиваетесь? Ну, нет. Ну, браслеты и часы... Просто сегодня мы выходили с супругой, опять-таки, у нее отдельная полочка с ее часами, и у нее я купил кейс для часов. Я смотрю, лежат часы, сережки, браслет, все вот это вот вместе, кейс от 10 дней без часов. Ты знаешь, как мой муж говорит, это я сегодня скромно просто приоделась по браслетам. Обычно у меня здесь вообще... Он мне говорит, Люся, ты скоро стоишь как цыганка или кто-то, когда у тебя будет навешано здесь уже скоро... Рука закончится, а ты мне все время говоришь, купи браслеты еще какие-нибудь. Если абстрагироваться от этого, и это действительно так, на самом деле девушки очень часто зачастую любят носить часы с браслетами, тем более это является одним из таких сейчас трендов, скажем так. Даже если тонкие цепочки, несмотря на то, что я вообще фанат в целом браслетов, да, кто-то, даже если никто-то не фанат, он все равно одну цепочку, ну, две одевает. И я с Мишей с тобой согласна. Такого я не видела еще, что здесь матовый корпус, это является, конечно, большим плюсом, потому что... Ну, во-первых, визуально выглядит красиво. Да, потому что если у вас часы, например, на ремне, и вам нужен какой-то более элегантный образ, и вы снимаете все свои... все свое множество браслетов, уже как-то получится, наверное, не очень. Они будут выглядеть после того, как вы их носили. Они уже поцарапались, а так... Ой, я не могу. Скажи тогда еще такой вот момент. Как ты относишься к механике? К кварц, механика, что тебе проще, например? Потому что здесь установлены автоматические калибры, это мануфактурные калибры с индикатором даты, с автоподзаводом. То есть, если ты носишь, например, каждый день, у тебя... Ну, у тебя есть механические часы, ты, наверное, знаешь. То есть, у тебя часы сами подзаводятся и не остановятся. В кварцевых, как бы, они всегда ходят, пока не сядет батарейка. Да. Вот тебе в каких удобнее? Я на самом деле люблю, но это отдельная стадия про меня, я люблю механические часы с автоподзаводом. Мне нравится, когда есть дата. Это такой, наверное, немножко, может быть, даже мужской подход, потому что, наверное, в большинстве случаев девушки предпочитают кварцевые часы. Скорее всего, я так думаю. Но в целом, которые девушки имели такое или какое-то отношение к часам, возможно, к работе или в какой-то сфере деятельности, или фанаты являются часами, они, конечно, выберут, я думаю, точно механические часы. Да, да, сто процентов. Потому что это такое, знаешь, ты сам завел, сам выставил, целый процесс. Они как живые. Тем более, в данном случае, вот в этих часах, тут же, вот если ты покажешь, тут же прям видно вся работа. Здесь сапфировые стекла с двух сторон и заднее как раз-таки тоже сапфировое стекло. И видно прекрасно декорированный механизм. Причем ротор автоподзавода, он выполнен в данной модели, по-моему, из платины. То есть это более тяжелый материал для того, чтобы ротор вращался быстрее. Вот, ну и декорирован прям очень красиво. А у них на сколько автоподзавода вот этот хватает? В этой модели, по-моему, 42 или 48 часов. Ну, как в среднем. Вот, видишь, я даже по технической части особо сильно не подготовился. Вот, и я еще хочу узнать твое мнение по поводу бриллиантов. Ой, это да, конечно. Ну, бриллианты в часах. Да, это очень красиво. В каком количестве они должны быть, насколько ярко, и как здесь все сделано? Ну, смотри, если мы говорим о том, ну, на самом деле стоит учитывать определенный стиль, кому вы выбираете эти часы, да? То есть девушки бывают разные, как в песне Меладзе, да? У них разные стили, разные сферы деятельности, разные работы. И здесь надо учитывать эти критерии при выборе часов. Если человек, конечно, не ограничен, ну, девушка в данном случае в своем выборе, на данный момент, конечно, мне кажется, очень многие любят варианты на браслетах. Это практично, да, не надо менять ремень. И, конечно, присутствие бриллиантов, потому что не царапается верхняя часть корпуса. Да, но при этом, допустим, если у девушки более, допустим, какая-то сфера деятельности, ну, я не знаю, она в более строгом формате, то я бы, конечно, такого формата часы просто заменила бы на ремне. Но бриллианты оставила? Да, мне нравятся бриллианты. В стальной модели, мне кажется, хорошо, когда метки просто. Ну, вот, кстати, да, здесь... Здесь все гармонично. Все к месту, да, гармонично. И причем даже вот бриллиантовые метки я не сразу заметил. Ну, я тоже, ты знаешь, вообще, я тоже. Вот, на самом деле, на стальной модели они более такие... А потому что, видимо, циферблат более темный, а здесь более светлый, да. Так, на ремне примеришь, скажешь ощущение, разницу. Да. Все сделаем. А, там же бака тоже. Да. А, о чем я говорила, что очень хорошо. Ну, и они не очень тяжелые, я хочу сказать. Я попробовала на руке. На самом деле, они достаточно комфортные в плане... Веса? Веса, да. Хотя вот так вот я их трогаю, конечно, очень большая разница. Да, состали ощутимо. Но, опять-таки, это плюс тонкого механизма, соответственно, тонкого корпуса. Ну, и с учетом того, что ты еще звенья будешь снимать, они будут еще легче. Здесь, кстати, вот смотри, я тоже не обратил внимания. Застежка, она сатинирована. А, да, тоже. И сам замок. Это тоже очень большой плюс, потому что вот я очень часто... Царапаешь, да? Угу, постоянно. Ну, кстати, я тоже вот переживаю, когда царапаю свои часы, но застежка это прям неизбежно. Она всегда царапается. Неизбежно, да. Так не туго? Нет. Мне кажется, наверное, нет. Слушай, ну, на сером интересно, единственное только, наверное, под другие брюки, да? Да, да. Мне очень нравится вот этот цвет ремня. Вот такой красивый серый цвет, прям нежный. Он даже, видишь, немножко как будто в бежевый выходит, если вы шоколадный что-то хотите. Потому что он такой немного, знаешь, такой винтажный оттенок. Винтажный, да, очень красиво. На самом деле... На чем тебе удобнее? Браслет или ремень? На браслете удобнее, как ни странно. Хотя они тяжелее. Но на ремне мне нравятся часы. В последнее время я поняла, что на ремне часы тоже очень... Ну, и, кстати, я все время говорю, когда покупаешь часы, нужно приобретать всегда на браслете. Ну, это касается, конечно, остальных часов, где стоимость не такая большая. И потом уже докупать ремень. Просто мне кажется, вот, когда возьмешь часы на ремне, в какой-то момент чего-то нового... А здесь какое возможно, да? То есть... Ты можешь докупить браслет, но это будет стоить немного дороже, чем ты купила бы часы изначально на браслете и потом купила бы ремень. Да. Вот. Плюс у некоторых брендов есть такая функция. То есть, да, тебе могут ремень подарить, например. Ну, да. Это уже приятно, да. И с учетом того, что ты можешь сама легко менять, например... Вот, кстати, вопрос. На браслете и на ремне в каких ситуациях ты бы одела часы, надела? На ремне бы я одела 100% на какой-то более, скажем так, возможно, даже коктейль какой-то, ресторан, вечер с более элегантным платьем. Хотя сейчас носят браслетами. Сама я иногда ношу часы на браслете на такие мероприятия. Но все-таки, мне кажется, что более элегантно, более классически смотрится, когда у вас даже какие-то вечерние платья на ремне часа. Это более запястье, подчеркивать, знаешь, как бы такое уместное, скажем так. А на браслете я бы, наверное, носила в жизни, в кэжуал, с джинсами, ну, или с каким-нибудь хиповым, может быть, даже со спортом классом. Ну, кстати, это модель пола. Да. А, ну вот, видишь, я не знала как раз. И можно даже, ну, и с кожаными изделиями красиво будет смотреться. Ну, более такое, скажем так. Ну, на коктейль тоже можно, но если это все-таки вот большой театр или какая-то такая вечерняя история, вечернее платье, то, мне кажется, такие часы будут достаточно тяжело смотреться. Ну, браслет-то визуально просто будет немного утяжелять. Тогда лучше, наверное, все-таки дополнить ювелирными изделиями какими-то. Вот у вас будут элегантные, красивые часы на ремне, они очень красиво смотрят, согласись, да? Ну, да, картинка прям красивая очень. Да, и вот у вас будут какие-то дополнительные серьги или кольца, и это, мне кажется, будет гораздо умеется не в данном контексте. Или же, если девушка, допустим, работает в какой-то сфере деятельности, где более классический дресс-код, я бы тоже рекомендовала. Бизнес-вумен. Да, на ремнии часы. Ну, потому что на браслете все-таки они достаточно яркие, там формат работы определенный все-таки. Так, смотри, если мужчина покупает в подарок часы золотые с бриллиантами, он должен думать о том, что в будущем, так, я в будущем могу, например, купить то-то, 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 заранее продумывать какие-то сеты. Потому что, когда я работал в бутиках, и у меня клиенты приобретали часы, многие на будущее смотрели, что им подобрать к этому, там, откладывали, потом на какие-то праздники приходили покупать. Кто-то сразу покупал, а потом потихоньку дарил. Дарили, мне кажется, что да, потому что, на самом деле, это очень важный момент в плане того, что вы подбираете сразу. Но, вот что касается моделей, которые мы сегодня, вот ты рассказываешь, да, мне кажется, к ним достаточно просто подобрать ювелирные изделия. Ну, честно, что касается этих часов, допустим, они классические на ремне, и абсолютно любая модель, и сережек подойдет сюда, и браслетов, на мой взгляд. Ну, просто, наверное, цвет золота должен совпадать. Только цвет золота. Ну, допустим, я люблю даже комбинировать, когда золото, допустим, у тебя будет розовое с белым. Сочетание это тоже красиво будет смотреться, если у вас несколько композиций будет подкреплено. Ну, то есть, не одни, там, несколько браслетов, например, сережки белые, вполне это допустимо. Вполне, почему нет. Ну, и тут, как бы, знаешь, такой тонкий момент еще вкуса человека. Некоторые же не носят розовое золото или сталь не носят, только белое. У некоторых аллергии, кстати говоря. И в этом случае золотые часы – это большое спасение. Потому что мы стальные не всегда. Ну, кстати, да. Ну, у кого-то бывает аллергия на золото, но... А ты редко. А ты редко. У девушек него обжиглядно точно нет. Это не бывает, потому что это иллюзия. Мне кажется, кто-то... Это не девушка была, она ведь мужчина. Даже если будет аллергия, они сделают точно ее нет. Да, это был мужчина. Сто процентов. Я сижу, у меня никакой аллергии, все хорошо. Кому-то я с них и просто и пришла. Я знаю, у тебя несколько часов. Да. Ты следишь за обслуживанием? Или у тебя муж этим занимается? Ой, я слежу, но такой я, конечно, следок еще тот. Ну, не скажу, что я ответственный человек в этом плане. К сожалению. В общем, нужно будет, наверное, подкаст следующий с твоей коллекции снять, да? И посмотреть, что нужно на репассаж отправлять. Уж как. Ну да. Мне кажется, что девушки все-таки в этом плане. Нет. Взлетят, Миш. Отлично. Так, можно я тогда вопрос уже от себя задам? Вот, например, у меня более-менее классические часы. Я сегодня вот проэкспериментировал, надел футболку, такие брюки, кеды. Приемлемы ли носить сейчас, в нынешнее время, классические часы на крокодиловом ремне, например? Вот в таком стиле. Да, конечно. Но у тебя достаточно массивные часы, плюс у тебя ярко выраженный циферблат. Он не простой, а классический, который, да, там, допустим, совсем, скажем так, тебя бы отправлял в классику, при котором тебе нужно было придерживаться его. Все-таки здесь есть немножко отступление. Корпус тоже достаточно крупный. Ну, не ультра совсем тонкий, знаешь, такие, когда, я даже не знаю, как у меня есть. Ну, как ПЕЖ, антиплана, да. Ну, ПЕЖ тонкие, классические, да, часы, да. И, к сожалению, в коллекциях не сильно, но Миш всегда подскажет. Поэтому здесь, в данном случае, конечно, да, это уместно. Но если же вы выбираете более классическую модель часов, то я вам рекомендую придерживаться более классического и лука. Так, смотри, опять-таки, да, вот, интересующий меня, да, вопрос и, там, мной любимый зеленый цвет в часах, да, и, в принципе, то есть, если я надеваю часы в стальном корпусе, как в данном случае, это тоже, кстати, та же модель, но это лимитка, вот именно зеленым циферблатом. Если я надеваю с зеленым циферблатом часы, одежда у меня должна быть вся зеленая или какие-то акценты? Нет, конечно, нет, вы можете, но на самом деле они даже здесь очень хорошо вписались, то есть, возможно, что я бы поменяла в данном случае, это, скорее всего, обувь, да. Но в целом, красивый зеленый сочетается и с фиолетовыми цветами, с шоколадным, с серым, то есть, тут ограничений не так много. То есть, не нужно надевать зеленые штаны, зеленую рубашку, но я иногда так хожу. Да, нет, но это очень удобно, это такой монохром, который 100% беспроигрышный. Это как, почему говорят, черное платье в гардеробе, это у девушки, у каждого должно быть, потому что, которое хорошо на них сидит, потому что это всегда отойдет платье и всегда знаешь, что это сработает. Просто цвета, их достаточно сложно комбинировать порой бывают между друг другом, потому что они бывают теплые, холодные оттенки, да. И с ними сложнее работать. Ну, смотри, например, вот у меня стальные пола с зеленым циферблатом. Супруги я, например, беру вот золотые со светлым циферблатом. Если мы куда-то идем, там, на вечер в ресторан, на какое-то мероприятие, не в классическом платье, да, так мы вдвоем нормально будем смотреться? Или будет такой небольшой диссонанс? Я думаю, что будет большой диссонанс все-таки, потому что немножечко есть такой, выбиваются, конечно, чистые женские, но, опять же, скажем так, допустим, все-таки у девушки часы должны быть ярче, на мой взгляд. Причем мужчины, и поэтому, как бы, как я считаю, что мужчина немножко должен уйти на второй план, когда с ним идет девушка. Красивый, эффектный, одетый, все, он должен забыть, просто и часы вот тоже могут немножко постоять в стороне, или повисеть, полежать на руке. Но, в целом, наверное, может быть, более гармонично было бы на... Если, например, стальные, или вот если на ремне, как у тебя, они... Или на ремне, как у меня, да. Да, ну, вот сталь вообще был бы супер. Ну, стальные, на самом деле, ой, слушай, да, после золотых прям они легкие. Легкие очень. Да, и вот в таком исполнении прям такой сет отлично смотрится. Ну, я вообще не представляю, если вот вы одели совсем такой casual, простой, если не в ресторан, допустим, даже можете одеть какой-то белые футболки, просто голубые джинсы, кеды, классно будет. Вот, это если минимализм такой взять совсем, а если у вас ресторан какой-то, у тебя тоже... Ну, какой ресторан, сейчас я даже задумалась о ресторане. Ну, когда мы выпустим подкаст, я думаю, в ресторан можно... Нет, в плане... А, в какой ресторан пойти? Ну, если он такой будет более... Не прям ресторан-ресторан, я имею в виду, не прям Пушкин. Да, ну, нет. Ну, вот обычный какой-то, более сдержанный, то тогда можно здесь уже у дамы будет платье какое-то или что-то еще. А смотри, вот, например, по поводу сочетания цветов, все-таки зеленый циферблат, если я надеваю, например, с рубашкой на распашку, с каким цветом рубашки он сочетается? Можно дополнить фиолетовым, шоколадным, можно дополнить бордо, очень красиво, винный такой цвет, красиво будет в сочетании с зеленым. Синий? Синий, конечно, да, сто процентов. Голубой, очень красиво будет. Ну, такой, немножко грязноватый. Но вы обращайте, пожалуйста, прекрасные, дорогие, сильные наши мужчины на себя прежде всего. И, подбирая какие-то цвета, вы отталкиваетесь от своей внешности. Подходит или нет? Ну, короче, это прям глобальная работа получается, я понял. Ну, грубо говоря, вы можете подобрать к тебе блату цвет, но все-таки этот цвет может не очень лечь к вам. Так, ладно, мне зеленый подходит. Зеленый подходит, фиолетовый, у тебя есть классный джемпер такой, фиолетовый, он есть. А, да, кстати. Вот я знаю, что у Миши есть в гардеробе. Меня заставили. Нет, я просто случайно увидела. На самом деле. Вот, нет, на самом деле я особо не заморачиваюсь, когда выхожу. Я просто выхожу, просто, ну, ты видела, да, у меня просто все такое... Просто между тем все идет и все хорошо. Это тоже, да. Альтернативное под все. Ну, сегодня я прям заморачивался по поводу того, как прийти, ну, потому что со стилистом записываю. Вот в итоге оделся, вышел, пошел дождь, я был весь мокрый, я зашел, пришлось переодеваться. И все отлично получилось. Все прекрасно. Да. И давай последний момент еще по поводу циферблата. Да, если ты обратишь внимание, он здесь такой немного в линию. Вот как, на твой взгляд, такой циферблат идет этим часам или, может, там, сглаженный лучше было бы? Нет, мне кажется, здесь в данном случае очень красиво это смотрится, потому что именно эти линии горизонтальные очень красиво сочетаются с браслетом. На браслете линии. И вот за счет того, что на браслете, видишь, как ты правильно сказал, разная обработка, как бы сказать, да? Да, сатинирование или подорванные элементы. Да, браслета. За счет этого у него тоже контрастные получаются вот эти, как бы, полоски, визуальные. И циферблат, он гармонично смотрится и дополняет именно этот браслет. Мне кажется, здесь был бы простой циферблат. Слишком просто. Слишком просто, да. А это очень красиво. Ну и здесь вот надпись ПЕЖ, мне кажется, ну, в принципе, у них как бы все элегантно в часах делается. Да, очень минималистично. Да, и надпись на циферблате, она очень важна. И главное, чтобы она к месту была. Здесь прям все очень хорошо. И на нас есть стрелочка. Ты видишь, у нее какой-то там робик, треугольничек, квадратика, что ли? А, ПМ. А, да? Да. В квадратики? Да. О, боже, очень красиво. Вот дата на 6 часов не смущает тебя нормально, да? Вообще удобно. А ты знаешь, удобно вот так раз, сейчас я. А, кстати, кстати, да, удобно. Я тебя умоляю. Ну, конечно, дата важна, но в целом важнее по корпусу бриллианты для девушек. А, все. Пусть будет дата нового с бриллиантами. Ну, удобно раз, и все. Спасибо большое, что ответила, пришла, рассказала, много всего нового узнали. Я надеюсь, вам тоже было это полезно. Если рубрика понравилась, я думаю, что в любом случае должна понравиться, мы можем продолжать. И не только с женскими часами. У меня появилась идея, почему бы нам с мужскими часами не снять с кардеробом. Действительно, какие циферблаты. Я выберу несколько разных циферблатов, и мы посмотрим, какие, с какими цветами можно будет носить. Спасибо. Благодарю всех за просмотр, за лайки, комментарии. Всем хорошего дня. Спасибо.